Это место в Услабинском районе называют Туманным Альбионом. Смог, гарь и дым здесь стоят чуть ли не круглый год. Причина – в свалке недалеко от поселка Двубратский, рассказывают о неприятном соседстве местные жители. Хотя по решению суда огромная мусорка уже несколько лет должна быть закрыта, жизнь на ней продолжает кипеть. За полчаса съемок мимо камеры проехали 14 мусоровозов. Видно и как дымятся отходы. Вместе с мусором тлеет и доверие людей к местной власти. Чтобы людям не мешало, еще в августе во время рабочей поездки Вениамин Кондратьев потребовал рекультивировать свалку и найти новое место для мусорного полигона. Слова главы региона районные чиновники тогда слушали, но видимо не услышали. И такие примеры на Кубани, к сожалению, еще есть. Из 620 губернаторских поручений выполнено 520. Последний четверг каждого месяца теперь кубанские чиновники ждут с особым трепетом. В коридорах власти уже привыкают к тому, что в этот день губернатор обязательно проводит совещание по вопросу контроля за исполнением собственных поручений. Если говорить по-народному, на ковер к начальству сюда, в этот кабинет, вызывают всех. От вице-губернаторов до глав районов. Как только настало время отчитаться, у многих чиновников сразу стали ясные сроки и способы решения проблем. И даже для свалки оказалось возможным найти новое место. Но чем больше вы будете завозить мусора сверх нормы, тем больше вам нужно потом будет рекультивировать. Отработан план мероприятий по подготовке проекта рекультивации. Вы мне четко скажите, когда начнется рекультивация, чтобы я понял и зафиксировал. С 15-го, 11-го, 2015-го года. С 15-го, 11-го, то есть я уверен, поймите себе, Владимир Владимирович, что это что-то рекультивация, а возгорание на вашу личную ответственность. Если возгорание будет, то, я говорю, вас сам туда поставлю, будете стоять и охранять ваш свал. Из таких недвусмысленных пожеланий главам городов и районов можно составить целый список. Вот сквер в Гулькевичах. Губернатор был здесь и просил сделать реконструкцию. Пока изменений нет, но глава района пообещал к 1 июня все исправить. А вот в Сочи после летних ливней и подтоплений Вениамин Кондратьев потребовал расчистить русла рек и разобраться с самовольным строительством на берегах. Русла чистят, а вот, к примеру, автомойки на берегу продолжают появляться. Оправданий в бездействии, подчеркнул Кондратьев, быть не может. Грядущая оптимизация, я не хотел бы ее называть сокращением, оптимизация. Это не повод для того, чтобы поручения, которые я давал, не выполнялись. Отсутствие выполнения моих поручений я буду расценивать как саботаж. Глава контрольного управления рассказывает, как работают специальные группы. После рабочих поездок губернатора в районы там остаются специалисты, которые, не афишируя, кто они, узнают у людей дополнительную информацию по озвученным проблемам. Судьбу поручения отслеживают и потом, пока не появится положительный результат. Важно не то, чтобы их сняли с контроля, а то, чтобы они были выполнены. И наша вся работа с вами нацелена на одно. Чтобы вот те проблемы людей, это их чаяние и надежды. Все называется одним словом жизнь. Вот эта жизнь на самом деле как-то изменялась. Всех, кто сегодня находится в студии, в Краснодаре, в муниципалитетах, настройте своих подчиненных, своих коллег на открытое и благожелательное обращение с людьми. Хамство, грубость и иные свои эмоции пусть оставят при себе. Люди не должны брать штурмом двери чиновников. Положительный результат от новой системы контроля тоже есть. Есть пример. Опять Сочи. Люди жаловались на работу небольшого бетонного завода под боком частных домов. Через несколько недель после приема граждан у губернатора бетономешалки остановились. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Ирина Патронова, Юрий Дешенко, Бань-24, Краснодар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова